МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2018 году РФИАЦ Внеев полностью выполнил гособоронзаказ и все обязательства перед партнерами и заказчиками. Выручка ядерного центра увеличилась на 3%, планируемый рост в 2019 году – 13%. Предприятие продолжает двигаться в создании новых гражданских направлений к деятельности. И по-прежнему остается организацией высокой социальной эффективности. На традиционной итоговой пресс-конференции директор РФИАЦ Внеев рассказал журналистам о главных достижениях уходящего года и поделился планами на будущее. РФИАЦ Внеев обеспечивает решение задач национальной безопасности, занимает лидирующие позиции в решении задач инновационного развития, сохраняет и развивает научный и кадровый потенциал, обеспечивает высокий уровень социальной защиты и вносит существенный вклад в развитие города. И за всеми достижениями в первую очередь стоят, конечно же, люди – государственные награды, поощрение президента и правительства, награды госкорпорации «Росатом». Ядерный центр Внеев по праву может гордиться своими сотрудниками. Мы с удовлетворением отмечаем, что девяти человеком сотрудников Внеев присуждена премия правительства 2018 года, в том числе два молодых наших ученых, а Вадим Курулин – самый цитируемый молодой российский ученый, сотрудник ИТМФ, и Сергей Степаненко – лауреат премии национального суперкомпьютерного форума. В этом году на предприятии трудоустроено 487 человек. Из них 231 – молодой специалист и 86 – выпускников техникумов. Ключевым вузом по подготовке кадров остается Сарфти, но растет и число пришедших на работу в ФИАЦ Внеев, выпускников вузов Москвы и Петербурга. В следующем году на предприятии планируют принять 300 молодых специалистов. И важно, чтобы для их жизни и работы были созданы комфортные условия. Умный человек должен иметь точку приложения и комфортные условия жизни. Тогда для этой территории все будет хорошо. Одна из главных задач – это решение жилищного вопроса сотрудников предприятия. Очевидно, что для молодых специалистов важен комфорт проживания. И общежития этим условиям уже не отвечают. Возможный выход – создание рынка доходного жилья. Молодые люди не хотят жить по двое, по трое в комнате. Они хотят иметь свое собственное выражение, свою собственную позицию и так далее. Поэтому будем создавать рынок доходного жилья. Такие переговоры мы начали с нашими здесь компаниями строительными. И ведем этот диалог и предлагаем им достаточно серьезные гарантии, связанные во ВНЕФе. Четыре общежития, в них живет тысяча человек. Эти общежития либо ремонтировать надо и затратить на их ремонт приблизительно полтора миллиарда рублей с содержанием, либо создать вот этот рынок и заниматься субсидированием доплаты проживания. Ядерный центр ВНЕФ ведет активную работу по развитию гражданских видов деятельности. Аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота Тианокс в этом году был удостоен гран-при 14-го международного салона инноваций и изобретений «Новое время». Успешно прошла и презентация первого коммерческого цифрового продукта «Логос Аэрогидро». Мы сформировали и защитили в рамках пятилетней программы на 19-е и последующие годы стратегию развития новых направлений и продуктов. Они особо важны, поскольку президентам поставлена задача по диверсификации, по конкретным показателям, которые связаны с гражданскими видами деятельности. И вот здесь сформированы центры и комплексы, новые бизнесы, новые продукты, новые технологии. Расширение тематической направленности, ставка на научный потенциал сотрудников предприятия – ключевой приоритет РФИАЦВНЕФ и в рамках реализации стратегии развития Нижегородской области до 2035 года. 21,5 тысяча сотрудников, она вся должна быть наполнена созидательным трудом. Причем при этом желательно, чтобы этот созидательный труд раскрывал таланты этих людей. Только тогда можно рассчитывать на результат. Не обошел вниманием Валентин Костюков и самые обсуждаемые темы года – создание паломнического туристического кластера «Арзамас Дивеева-Саров» и проект «Большой Саров». Что касается последнего, по словам Валентина Ефимовича, Саров и РФИАЦВНЕФ, как градообразующее предприятие – один из столпов, на которых стоит юг Нижегородской области. Поэтому расположенные рядом территории должны быть интегрированы в стратегию развития города. Часть направлений уже непосредственно в зато развивать нельзя. Понимаете? Их надо развивать на близлежащих территориях. Создавать для этого условия. Вот взять, положим, инжиниринговые компании, которые задействованы вне Сарова. Ну, достаточно серьезные сложности в соответствии с законом по гостайну создаются для их участия. Вот мы должны создать такого рода условия, чтобы вот эти инжиниринговые компании были вот в этой зоне Б, в зоне Б, и которые бы имели подпитку потенциала из основного города. Если говорить о кластере Арзамас-Дивеева-Саров, то, по мнению Валентина Костюкова, лучше суть этого проекта отразит термин «духовность» вместо понятия «туризм». Сегодня, по словам директора РФИАЦВНЕФ, речь не идет об открытии города для туристов, но ведется активная работа именно по восстановлению духовных ценностей, в том числе через восстановление монастыря. Туризм – это вторично. Самое главное – восстановить все то, что вот здесь, здесь веками было и реализовано. Причем восстановить его, вписываясь вот в некую такую нашу сегодняшнюю действительность. Также Валентин Костюков рассказал журналистам, что в следующем году планируется завершить работы по реконструкции Саровского аэропорта. Одно из самых крупных профориентационных событий в нашем городе. В Саровском физико-техническом институте прошел день карьеры «Росатома». За несколько лет он стал традиционным местом встречи будущих работодателей с потенциальными кандидатами на востребованные и популярные места по профильным для отрасли специальностям. В аудиториях Саровского физтеха собрались преподаватели вуза, студенты первого и четвертого курса, бакалавриата и специалитета, а также ведущие молодые ученые и специалисты РФИАЦВНЕФ. Максим Танаев держит в руках благодарственное письмо от Федерального ядерного центра ВНЕФ за отличную учебу. Для молодого человека это не просто слова, это признание его успехов, награда за его старания и стремления. Это еще один шажок в сторону карьеры специалиста РФИАЦВНЕФ. При этом цель молодой человек преследует самые высокие. Это же тоже как ядерный щит нашей страны, и поэтому я считаю, что очень достойно и очень приятно служить своей Родине и понимать, что ты являешься частичкой того, что как наша Родина движется дальше и в каком направлении движется, и как она может защититься от внешних воздействий. О своей карьере Максим задумался еще участь в школе. Саровский физтех выбрал из множества других вузов. Основными критериями выбора были возможность трудоустройства после учебы и возможность заниматься наукой, а также глубина знаний, которые дают в вузе. Я приехал из города Саранска, приехал учиться, и именно посоветовали как технический вуз очень хорошего образования и, соответственно, московский диплом. Как и в других вузах, система НИЯУМИФИ в СРФТИ профориентации для студентов начинается на третьем курсе, когда начинаются профильные предметы и встречи с представителями тех или иных отделений ОРФИАЦ в НИЯУМИФ. Цель встречи одна – рассказать о возможностях, которые открывает перед молодыми специалистами ядерный центр в НИЯУМИФ. По словам Георгия Рогожникова, старшего научного сотрудника Института лазерных и физических исследований ОРФИАЦ в НИЯУМИФ, немало его нынешних коллег он заметил еще, когда они были выпускниками школ города. На протяжении последних, ну, по крайней мере, 15 лет я наблюдаю, как человек продвигается. Например, вот он выпускник школы, например, вот он выпускник вуза СРФТИ, вот он попадает к нам и, соответственно, ты сравниваешь, что от человека можно было ожидать в самом начале и достигли, например, он этого критерия к тому моменту, как он попал работать в НИЯУМИФ. По словам представителя городообразующего предприятия, сегодня Саровский физтех готовит именно тех специалистов, которые требуют ОРФИАЦ в НИЯУМИФ. У некоторых выпускников уже даже есть научные публикации. И все же поставить знак равенства между словами «выпускник СРФТИ и сотрудник ОРФИАЦ в НИЯУМИФ» можно только с оговоркой. Проходной балл выше четверки должен быть для того, чтобы выпускник СРФТИ, например, попал на работу во ВНИЯУМИФ. Конечно, это доступно не 100% выпускников, поэтому мы стараемся набирать лучших специалистов. По словам Георгия Рогожникова, ежегодно в различных отделениях и отделах ОРФИАЦ УНИЕФ открывается до 200 вакансий. И места эти занимают в том числе и студенты СРФТИ и НИЯУМИФИ. Чтобы попасть в их число, мало просто учиться, необходимо быть лучшим на курсе. Только это создаст все условия для дальнейшего интересного трудового пути. В 2019 году в технопарке Саров откроется Кванториум. Об этом стало известно по итогам работы марафона открытия детских технопарков в НГЦУ имени Лобачевского. Это относительно новая форма дополнительного образования и профориентации школьников, которая позволяет познакомиться с современными технологиями и выбрать себе профессию в будущем. Кванториум станет еще одной площадкой для профориентационной работы ядерного центра в НИЯУМИФ, направленной на повышение мотивации школьников к интеллектуальному труду, исследовательской деятельности и научно-техническому творчеству, а также популяризации физико-математических наук. К другим новостям. Подвели итоги творческого сезона и порадовали зрителей музыкальными находками и любимыми песнями. В Центре культуры «Досуга в НИЯУМИФ» прошел традиционный отчетный концерт вокального коллектива «Апрель». В репертуаре вокалистов песни отечественных композиторов разных лет. Для итогового выступления солисты подобрали шлягеры и хиты советской эстрады. Сотрудники ядерного центра, воспитатели и медики после работы становятся артистами. Всех их объединила любовь к песне. Более 30 лет «Апрель» под руководством Ирины Левченко успешно выступают на различных творческих площадках. Концерты – это возможность показать поклонникам новые грани своего таланта. Этот праздник песни, праздник творчества, праздник красивых людей, которые уже просто не мыслят жить без песни, без сцены, без зрителей. Это их впечатляет, их заставляет жить полноценной жизнью. Солисты вокального коллектива «Апрель» на традиционном отчетном концерте исполнили для зрителей хиты советской эстрады. У всем известных композиций появилась новая жизнь. Евгения Крабко считает, что в любую песню нужно внести что-то свое, частичку своей души, чтобы она звучала по-особенному. «Я за собой сожгу мосты, не зная жалости, и все прощу, но только ты, люби, пожалуйста, люби». Я думаю, где зрители поймут нашу трактовку. Я не думаю, что мы должны песни копировать. То есть даже мое прочтение, да, песни. Коллега Евгения по сцене Алексей Пригляднов тоже выбирает романтические и душевные композиции. Молодой человек считает, что они больше подходят к его характеру и темпераменту. Но он старается развиваться в вокальном искусстве и пробовать себя в дуэтах. У каждого солиста свой путь в коллектив. Но все они пришли в Центр культуры и досугов НЕФ заниматься вокалом, когда захотелось заниматься творчеством и радовать своим исполнением зрителей. «И чтобы достойно выступать на сцене, это, безусловно, требует большой подготовки. И поэтому они приходят и зимой, и летом на свои бесконечные репетиции, занимаются для того, чтобы, выходя на сцену, действительно можно было дарить искусство и наполнять души наших слушателей, зрителей и любовью, и верой, и надеждой». Художественный руководитель вокального коллектива эстрадной песни Ирина Левченко тщательно подбирает репертуар для своих солистов. Учитывает не только голосовые возможности, но и внутренние качества каждого солиста. «Каждый участник – это единственная неповторимая природа, потому что песня, она должна складываться из темперамента человека, типа голоса, внешности. Потому что, если, например, у одного получаются темповые, быстрые песни, то у другого получаются лирические, медленные». Ярким дополнением к вокальным композициям стали танцевальные номера в исполнении хореографических коллективов «Аллегра» и «Гелла». На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте тройной W внеев.ру и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова